Что-то совершенно непонятное происходит сейчас вокруг Генри Кавилла. С одной стороны, британец был и остается одним из самых востребованных и популярных актеров в мире. Амазон и вовсе на пути того, чтобы сделать его одним из своих боссов и так далее и тому подобное. С другой же над Генри как будто нависло какое-то проклятие. Ведь за три месяца он теряет уже третью глобальную франшизу. Первый был Ведьмак, затем роль Супермена в киновселенной DC, а вот сейчас Горец. А что еще более примечательно, что и тут Кавилла должен вроде как заменить Хемсфорд. Только на сей раз не младший Лием, а старший Крис. Что же черт возьми такое происходит? Почему Кавилл теряет одну за другой эпохальной роли? А также как по его следам теперь идут неотступно братья Хемсфорда? И к чему это в итоге может привести? Давайте разбираться. Итак, прежде чем перейти к анализу всего происходящего в целом, давайте все же пройдемся по самым свежим новостям. Вы, наверное, в курсе, что еще кажется в позапрошлом 2021 году было объявлено, что Генри Кавилл станет главной звездой перезагружающейся франшизы Горец. Данная новость, конечно же, взбудоражила не только поклонников этой вселенной, но и самого Генри Кавилла. Еще бы, подобные роли, само собой, становятся в массе своей культовыми. Да и после отличного перевоплощения Ведьмака, новый Горец, казалось бы, создан именно для Кавилла. Впрочем, прошло уже немало времени, о каких бы то ни было серьезных новостях по данной франшизе говорить не приходилось. Так все, что мы можем сказать на этот момент, что чат Стахелски назначен режиссером, а фильм остается на стадии подготовки к производству. Стахелски известен в первую очередь, конечно же, как режиссер фильма в Джон Уик, ему также поручено снять адаптацию «Призрака Цусимы», и данный персонаж, судя по слухам, сыграл ключевую роль в сегодняшней истории. А в чем же заключается, собственно, сама история, спросите вы? Заключается она в том, что по сообщениям зарубежной прессы, Генри Кавилл потерял свою главную роль в экранизации Горца, а вместо британца, вероятнее всего, придет небезызвестный нам с вами Крис Хемсфорд. Такой вот сюрприз, причем, как мы понимаем, суть тут вовсе не в деньгах или в их экономии, ведь что Кавиллу, что Хемсфорту платить нужно примерно одинаково, ведь они оба являются звездами Эйс Писка, и оба получают миллионы за свою работу, так что этим ребятам не нужно копить месяцами на новый телефон, как многим из нас, ведь да, техники и всяких прикольных новинок сейчас хоть отбавляет, да вот цены кусаются. Впрочем, не нужно паниковать раньше времени, не обязательно платить по 50 или 100 тысяч в обычных магазинах, ведь можно зайти на сайт сюрприз бокса в Крэйзи Бокс и забрать любой телефон в десятки раз дешевле. Это интернет-магазин, сюрприз коробок, в которых находятся различные гаджеты, телефоны, приставки, колонки и многое другое. Ассортимент коробок огромный, начиная с игровых и заканчивая коробками с телефонами. Например, ты можешь открыть коробку смартфонов, с которой можно забрать абсолютно любой телефон. Это может быть как Samsung или Xiaomi за 10 тысяч, а если повезет, то и последний iPhone. Выигранный приз заказывай себе домой, либо продавай на сайте и получай за это деньги. Но рекомендую начать с бесплатных коробок, в них тоже много хороших и ценных призов. Итого, если тебе повезет, то потраченные деньги могут легко превратиться в новый 14-й iPhone. Это будет неплохой обмен. Работают эти ребята уже очень давно и зарекомендовали себя с хорошей стороны. Так что переходи по ссылке в описании на Крэйзи Бокс и забери свой приз. Так вот, что касается подробностей об уходе Генри Кавилла из Горца. Их на самом деле сейчас не слишком много. Пишут, что Генри был уволен из франшизы Горец и заменен Крисом Хемсфортом. Тут, кстати, хочется сделать отдельное ударение на формулировке «уволен». То есть это не было персональное желание Генри, а скорее воля извне. И тут, если верить источникам, не последнюю, а скорее ключевую роль сыграл лично Чад Стахелский, режиссер будущего Горца. Уж не знаю, какая там черная кошка пробежала между ним и Генри, но судя по всему, именно Стахелский настоял на том, чтобы главную роль отдали Крису Хемсфорту. Который, в свою очередь, вполне возможно, сыграл Тора в последний раз, чего только стоит его откровение о том, что он больше не хочет тратить свою жизнь на работу с чокнутыми гениями. Это, если кто не в курсе, прямая отсылка к режиссеру Тора Тайке Вайтити. Так вот, судя по всему, Хемсфорд не намерен, по крайней мере, пока что возвращаться в Марвел, так что актер, видимо, крайне заинтересован в новой яркой и эпохальной роли, которая как раз-таки может, судя по всему, ждать его в новом Горце. И вот, смотрите, что у нас получается. Начиная с прошлой осени, то есть чуть больше, чем за три месяца, Генри Кавилл теряет три культовые роли в не менее культовых франшизах. Сперва мы слышим о Ведьмаке и о том, что актер уходит из данного шоу после третьего сезона. Понятно, что эта новость потрясла многих, и многие до сих пор не понимают, что же там произошло на самом деле. Уверен, всей правды мы с вами и вовсе можем не узнать никогда. Все-таки за кулисами таких крупных франшиз часто происходят странные вещи. Но факт остается фактом. Генри больше не будет Белым Волком, тогда как ему на смену приходит младший из братьев Лиэм Хемсфорд, который теперь и будет новым Ведьмаком. Правда, тогда еще многие были в блаженном неведении, надеясь на то, что уход Кавилла в том числе связан еще и с тем, что актер возвращается в киновселенную DC. Мы же помним то его обращение в инстаграме, когда британец радостно рапортовал, мол, все отлично, после стольких лет я вновь берусь за роль Супермена, и что же не прошло и двух месяцев, как Кавиллу пришлось во все той же своей инсте вновь доводить до общественности уже куда менее веселую новость. О том, что он ошибался и напротив, дорожка в DC ему теперь закрыта раз и навсегда. Таким образом, Генри потерял уже вторую свою знаковую роль, роль Супермена, роль, которая в основном и вывела его в первый дивизион мировых звезд, и вот теперь проходит еще немного времени, и у нас появляется сведение, что игорец больше не принадлежит Генри Кавиллу, и что более того, ему на смену приходит опять-таки человек с фамилией Хемсфорд, пусть даже теперь не младший, а старший. И вот, конечно, после всего услышанного хочется задать резонный вопрос, а какого черта, что происходит в последнее время с Генри Кавиллом, и почему любимец миллионов теряет одну роль за другой, причем далеко не последнего ранга? Что ж, наверное, в каждом отдельно взятом случае ответ будет свой, например, если говорить про DC, то там, после полной смены руководства и прихода Джеймса Ганна с Питером Сафраном, судя по всему, происходит тотальный пересмотр всей киновселенной, в которую по новым планам не вписывается Кларк Кент в исполнении Генри. Так что Ганна, сколько нам известно, прямо сейчас работает над более молодой версией данного персонажа, а следовательно, лично Кавилл тут может быть вообще ни при чем. А вот что касается Ведьмака и Горца, тут ситуация более запутанная и, возможно, более похожая. По крайней мере, что касается сериала о Белом Волке, уже не раз мы слышали о том, что Кавилл вошел в затяжной конфликт с руководством данного проекта и его создателями, по причине того, что они не хотели и не собирались относиться к первоисточнику в виде книг Анджея Сапковски так, как это видел Генри. И, будучи ярым поклонником Ведьмачьей саги, британцу, конечно, было дико видеть то, что творит Лорен Шмидт и вся ее команда с книжным наследием. Они же, в свою очередь, тоже не слишком жаловали Кавила за то, что актер постоянно пытался вернуть, хоть отчасти, Ведьмака на круги своя, а это не вписывалось в планы авторов сериала, и, видимо, к третьему сезону общий багаж противоречий привел к тому, что дальше работать стало просто невозможно. Что же касается Горца, то там, по сути, еще и работы никакой не было начато, но, по некоторым данным, видение Кавила и Чада Стахелски как режиссера оказалось совершенно разным, и оба они представляли себе то, что должно выйти в итоге в кардинально противоположном ключе. После чего несговорчивого британца и попросили на выход. То есть, если, конечно, все вышесказанное на 100% отвечает действительности, Кавилл своей британской дотошностью, любовью к соблюдению канона, вниманием к мелочам, несговорчивостью, когда речь идет о нарушении первоисточника, уже порядком не вписывается в современную киношную и телевизионную реальность, за что в итоге и расплачивается потерей ключевых ролей. Может, конечно, это и не единственная причина, но уж точно не последняя. Кстати, если у вас есть свои версии, обязательно пишите их в комментариях под видео, да и вообще не стесняйтесь нажимать на кнопку подписки и колокольчика, так точно не пропустите новые интересные выпуски. Что же касается Генри Кавила и братьев Хемсфортов. Данный факт, конечно, очень сильно привлекает к себе внимание, и хочется сказать о том, что прямо-то какое-то проклятие Генри, которого теперь преследует Крис Ильим, но на самом деле, как по мне, это все-таки скорее совпадение, не более того. Ведь что касается Ильима Хемсфорта, мы в курсе, что он еще много лет назад вместе с Генри пробовался на роль Белого Волка и тогда был в топе кандидатов, хоть и не победил. Что же касается Горца, то согласитесь, из нынешних звезд есть очень немного актеров, которые могли бы сыграть эту роль столь же ярко, как Генри Кавилл. И Крис Хемсфорд, пожалуй, первый из них. Ну и наконец, а что же будет делать сам Генри и не пойдет ли по наклонной его голливудская карьера? Что же, спешу вас успокоить. Да, часть ролей британец потерял, но, видимо, его скурпулезность принесет ему не только минусы, но и плюсы. Так скажем, Генри Кавилл начинает налаживать партнерские отношения с Prime Video, о чем мы узнали еще в середине декабря, когда оказалось, что британец станет исполнительным продюсером, а, возможно, и одним из главных актеров будущей экранизации Warhammer 40 000 от Amazon. Генри был приглашен в данный проект в первую очередь, как заядлый геймер из мира кино, и человек, которого уважают игроманы по всему миру, а также человек, который сам страстно увлекается Warhammer'ом и даже лично мастерит фигурки для этой игры. Причем, вполне возможно, что нас ждет не только сериал, но и фильм или даже фильмы в этой вселенной. Короче говоря, Prime Video, судя по всему, решили развернуться по-крупному, не зря же они так яростно соревновались из-за права на будущую экранизацию с другими конкурентами. А что еще более интересно, Генри, судя по всему, заключает контракт с Amazon Studios не только в рамках проекта Warhammer. Британец должен будет влиться в команду стримера в качестве продюсера сразу нескольких игровых адаптаций. Ведь, как мы знаем, Генри Кавилл также известен как поклонник еще ряда игр, которые Amazon могут адаптировать, включая Total War, World of Warcraft и Delta Force. Сделка с правом первого выбора, который вроде как заключил или заключает Кавилл, по сути, означает, что любой потенциальный проект такого рода должен быть сначала представлен Генри для получения права разработки именно с участием британца. И если актер даст добро, он и станет одним из главных создателей этой экранизации. Таким образом, получается, что Генри Кавилл потихоньку перекочевывает из статуса звезды сериалов и кино в статус продюсера и кинодела. Что же, хочется верить, что на данном пути его ждет успех, а также, что нас всех ждет прекрасное зрелище с действительным соблюдением канона и первоисточника от Генри Кавилла. Ну и на этом мы на сегодня будем закругляться. Не забывайте писать ваши комментарии, обязательно подписывайтесь на наш канал и ставьте пальцы вверх. Спасибо всем за просмотр и всем пока!